Как восстановить свое здоровье после ковида? В Твери прошла первая обучающая тренировка для жителей города, пострадавших от коронавируса. Занятие проходило под контролем медицинских работников. Инициатором занятия стал советник российского президента Владимир Васильев. Подробности прямо сейчас. Перед началом тренировки у каждого участника врачи измеряют давление и сатурацию. Если все показатели в норме, можно приступать к занятиям. Сейчас мы измерим давление. Врачи рекомендуют внимательно отнестись к своему здоровью после перенесенного ковида. И прежде всего это защита органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. На самом деле, как врач, в восторге от сегодняшнего мероприятия. Я думаю, что это такой опыт, который надо действительно тиражировать для жителей Твери, Тверской области. У нас масса красивых парков на свежем воздухе. Есть возможность провести такое, можем сказать, вообще не затратное мероприятие. Всего-то нужна аудитория желающих на свежем воздухе позаниматься физкультурой. Специалисты подчеркивают, заниматься физическим восстановлением нужно обязательно. В частности, это дыхательная гимнастика. Дыхательную гимнастику врачи рекомендуют делать не менее трех-четырех раз в неделю. А лучше, конечно, каждый день. Начать можно с 10-15 минут, постепенно увеличивая нагрузку. Реабилитация нужна абсолютно всем. Даже если те, кто перенесли ее в легкой и очень легкой форме. Конечно, особо она важна для тех, кто перенес ее в средней тяжелой и тяжелых формах. Почему так важна реабилитация? Потому что это восстановление ваших легких. Это предотвращение фиброза. И очень важно контролировать сатурацию кислорода. Людмила Владимирова перенесла ковид осенью прошлого года в тяжелой форме. Сначала лечилась дома, потом женщина обратилась к врачу, а после вызвала скорую. КТ показало поражение легких 45%. И тогда женщину направили в инфекционный госпиталь. Вот когда меня выписали, сначала-то вроде ничего, а потом было очень тяжело. И мне казалось, что болела и печень, болели и почки. И очень плохо себя чувствовала. Но я тогда делала дыхательную гимнастику. Вот она мне реально помогала. Именно Владимир Васильев предложил организовать лечебные занятия на свежем воздухе. Пока на дворе лета можно спокойно насыщать легкие кислородом. Параллельно в России запускают масштабную программу реабилитации после ковид-19. Мне кажется, получилось. Как девушки? Получилось. Спасибо вам. Хорошо участвовать, как говорит Господь, да, вот такой благодать. Но когда-то наступит осень. Но нужно будет больше заниматься. И тогда вы уже сформировавшиеся сегодня, да, и вновь возникшие активисты в этой области. Да? Начнете собирать людей, встречаться. Соблюдая правила. А медицина нам будет помогать. В первой восстановительной тренировке на свежем воздухе приняли участие действующие депутаты, общественники и волонтеры. Их задача изучить опыт подобных мероприятий, чтобы распространить его и на другие территории в Твери и области.